На выставке Росупак Принт Ньюс встретил представителей финской фабрики Панкаборд, поставляющий свои материалы в 65 стран мира и только относительно недавно уверенно вышедший на просторы России, за пределы северо-западного региона. Панкаборд в последнее время существенно расширил свою клиентскую базу. За счет чего? Мы достаточно давно работаем на российском рынке, и в последние годы мы значительно увеличили объемы продаж, прежде всего за счет достаточно гибкой работы с клиентами. Что мешало это сделать раньше? К сожалению, изначально компания Панкаборд достаточно сильно сконцентрирована, была на своем традиционном регионе, то есть это северо-западный регион, наиболее близкие к нам заказчики. В последние два с половиной года мы прилагаем достаточно большие усилия для того, чтобы расширить свою клиентскую базу. В данный момент мы гордимся работой с такими компаниями, как типография печатня в Санкт-Петербурге, типография «Аванг», типография индустрии цвета, все санкт-петербургские заказчики. Также появился ряд крупных заказчиков в Москве, такая компания, как полиграфия упаковкой, целый ряд других ведущих российских производителей упаковки. Чем вы отличаетесь от конкурентов? Я бы сказал, что наши конкуренты не всегда могут предложить все то же, что предлагаем мы. То есть это наше определенное преимущество. Мы работаем в не очень широко представленной в России, не очень хорошо освоенной другими поставщиками ниши рынка. Вряд ли какая-то другая фабрика может представить настолько гибкий сервис для заказчиков. То есть мы, будучи средним предприятием, имеем возможность предложить индивидуальные условия работы и индивидуальный подход практически для каждого клиента. А если говорить о линейке продукции? Мы предлагаем уникальный картон для производства упаковки для премиальных алкогольных напитков. И мы предлагаем широчайшую линейку, которая не имеет альтернативы практически нигде в мире, по немилованным картонам. Это вещи для производства достаточно сложных технологических вещей, начиная от подставок под пиво, детских развивающих игр, различные пазлы и достаточно интересные картоны для производства так называемой экологически дружелюбной упаковки, экофрендлий упаковки. Если представительство фабрик предоставит типографиям не менее выгодные условия, чем оптовые поставщики бумажной продукции, то такая конкуренция только на руку полиграфистам. Продолжение следует...